всем привет мои дорогие зрители подписчики и гости моего канала сразу хочу поблагодарить всех кто комментировал предыдущие пред предыдущие видео о помощи о совете как мне перевести орхидею мои комнатные цветы уже упакованы и стоят в коробке тут я мастырю коробочку для переезда орхидей не получается у меня по сумочкам разделить все это по коробочкам по мелким там баулом как грузчики говорили что в баулы будет лучше всего не обращайте внимание на общий бардак уже последние коробочки запаковываются и завтра мы уже переезжаем уже все полки пустые мы уже все распаковали и на данный момент у нас осталась вот такая вот длиннючая длиннючая коробочка но я эту коробку собрала собственноручно у меня оставалась коробка из-под холодильника я ее разрезала и она будет еще делиться ну может быть пополам где-то пополам может чуть меньше я буду отрезать ее и буду устанавливать уже попутно орхидеи буду паковать сразу ставить в коробку все будут стоя ехать никого лежа ложить не буду так будет проще и мне будет спокойнее как они переедут действительно я сейчас очень волнуюсь переживаю за них как они доедут они полностью практически все просохли за исключением так некоторых но те я укутаю бумажечками как на пересылку с бумажечками все как положено с подставочками в целлофанчике у меня упаковочный материал именно для орхидеи остался есть целлофанчики в которых их пересылают цветущими есть также еще конусные такие тубусные точнее коробочки еще квадратненькие кругленькие и в них тоже я буду как-то стараться их упаковывать дело в том что у меня орхидеи лежачие сейчас я подойду покажу вот если видно они раскорячистые и немножечко будет проблематично конечно их упаковывать одна единственная у меня я ее буду сразу упаковывать это моя мармеладка у нее остался один цветочек и будем что-то что-то думать сейчас я в раздумьях не знаю как ее упаковать листья не гнутся они лопаются и действительно проблематично ее упаковать ну буду какой-то целлофан в целлофан упакую бумагой обверну и поставлю просто в коробку как в атб в любом супермаркете которым скупляетесь в кулечек поставлю и поставлю ее в коробке также у меня есть пенопласт вот промежуточные всякие перекладины буду между ними ставят чтобы они не катались буду их укреплять у меня есть также очень много целлофана который просто упаковочный тоже так буду сминать его все это утрамбовывать может где-то трапочками там какими-то в общем чем-то еще буду укреплять чтобы они нигде не катались не шатались у меня несколько орхидей еще есть это у меня закрытой системе их тоже надо будет как-то поставить утеплить дело в том что на улице сейчас очень прохладно дома у нас 18 градусов на улице на солнышке конечно же 21 22 но это днем вечером уже очень сильно холодает и я очень сильно переживаю и рано утром тоже завтра у нас в девять часов машина приезжает утром это все грузится и перевозится грузчики сказали что это в течение восьми часов будет у нас переезд пока здесь спустим все вещи пока там все поднимем естественно это все время вот и скорее всего здесь будут паковаться комнатные растения уже в самом конце в машину погружаться и там в первую очередь они выгрузятся и побегут сразу на свое рабочее место свое любимое я конечно там еще место не придумала но все равно мне придется именно в этот же день их распаковывать чтобы они не застаивались пакетах не застаивались целлофанах то есть немножечко воздуха я им дам где-то там дырочки понаделаю буду их уже ставить так чтобы они дышали конечно со стороны это смотрится полнейший бардак я извиняюсь ну многие знают что такое переезд поэтому этого не избежать спасибо вам огромное девочки за ваши советы все учла все записала сейчас буду думать что-то еще как-то как-то выкручиваться с этой ситуации потому что действительно вот просто целлофанчик и целлофанчики целлофанчики я просто понимаю что это будет все в смятку очень много коробок я коробки все упаковала уже стоят на своем месте ждут просто выгрузки как говорится и у нас сегодня неприятный случай был выключили свет как раз именно завтра уезжать и выключили свет но к счастью оказалось что это просто по городу именно наш район в плановое выключение попал и только сегодня там пару часиков не было света я не могла выйти на связь хотела похвастаться и показать что я уже в процессе добралась наконец-таки на самый последний момент на закуску оставил орхидеи и сейчас я прервусь еще покажу комнатные цветы как я упаковала вот я уже все цветы упаковала вот так они у меня аккуратненько стоят все рядышком друг дружки даже кактус свой малочай самый-самый высокий умудрилась такие упаковать у меня все получилось вот и драценки тоже поедут и все-все-все которые подарочки приехали все упаковано уже все стоит ждет своего часа на погрузку и на перевозку нашего нового местожительства единственное осталось у меня моя многострадальная цилогина крестата вот она тут такой кружочек я не знаю может быть придется в кастрюлю поставить как раз кастрюлю здесь оставила может в нее поставлю как-то накрою крышкой чем-то там бумагами он напихали чтобы она без проблем переехала у меня и девочки вы у меня спрашивали как поживает моя цилогина крестата вот коль уже я ее показала хочу сказать что у меня есть вот новый росточек здесь вот вот новый росточек видите вот новый росточек уже бульба налилась вот она прошу прощения за ногти во время переезда конечно все это шаркается так мы потеряли вот здесь две бульбочки вот бульбочка вот собирается тоже уже отжелтевается но она старенькая я думаю что уже все и вот тут вот новый росток должен был быть видно подмерз резко похолодало на балконе она стояла я ее не успела убрать и она тогда влажненькая стояла видно или переохладилась не знаю или в общем с этим росточком уже беда произошла и пока на этом все больше новых росточков я не видела вот еще бульбочка тоже маленькая налилась вот она стоит я кстати чуть-чуть пересадила эту веточку на этой веточке у меня осталось всего три бульбочки вот ну и тут у меня веточки были разъединены вот это была разъединена вот это не помню и вот это у меня тут три веточки было до печальном она конечно состоянии но я девочками переписывалась и девочки тоже мне писали о том что ну как-то ей не климатит что в россии что у нас девочки мне писали олечка привет светланочка всем девочкам привет я переписывалась еще с другими девочками тоже они писали что вот хоть наливая ей там хоть захлебываясь а хоть пересушивая ее все равно от мой морщатся бульбы при постоянном поливе под постоянном поддерживающую влагу с рогина крестата более-менее как-то вот налито стоит вот как вот это бульбочка вот она но до конца она не выровненная как вот это новое видите вот налитое яблочко полностью все равно они где-то вот сморщенные и вот даже вот при правильном поливе вот как ее нужно содержать при повышенной влажности все все равно до конца бульбы не выравниваются а так в принципе дает новые росточки дает новую жизнь и сейчас я просто я хорошо просушила именно в дорогу как только мы туда приедем я может пару часиков едам отдохнуть подышать вот завтра может быть к вечеру а может уже послезавтра я ее полью хорошо увлажню поставлю на солнышко там еще тепло уютно в комнате еще присутствует 21 22 градуса этот днем конечно же ну и даже при открытом окне здесь все окна открыты закрыты точнее и 18 градусов тут теневая сторона поэтому прохлада становится раньше чем на солнечной стороне ну кстати корзиночка у меня невысокая такая маленькая это было раньше хлебница типа хлебница вот она замечательно в этой краснете прижилась деревянненькая я не ее не стала крепить склеивать дальше рассыпется рассыпется когда рассыпется пересажу ее в какую-нибудь другую деревянную плошечку вот а лучше всего я наверное поищу у меня где-то была глиняная такая широкая тоже такой же формы и скорее всего может быть в глиняную пивну но тоже как придет время тогда и я ее посажу этой зимой у меня подруга очень сильно настояла на том что и чтобы я ее пересадила из той корзины в которой она сидела вот я долго упиралась долго не хотела ее трогать но уже поняла что надо ее все таки спасать надо ее пересаживать надо что-то с ней делать ну и все таки подруга победила я все-таки зимой и феврале месяце пересадила пом не помню числа когда вот и уже вот почти сколько почти 7 месяцев она сидит в этой плошечке и не хуже и не лучше то есть движение есть будем надеяться что дальше ей будет на новом месте лучше потому что там солнышко там теплее там уютнее и светлее на этом я наверное завершу все свои рассказы еще раз девочки спасибо огромное уже как выкрутилась как получилось надеюсь вам видео понравилось пишите комментарии пишите еще советы до завтра у меня времени много еще в промежутке сидя пять минут отдыхая перечитывать ваши комментарии ну а на этом все до новых встреч пока 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 и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...